Приветствую вас на своем канале История жизни с Эмили Гарден. Дорогие девочки, сегодня я займусь переработкой кабачков. Будем готовиться к зиме. Смотрим, как проходит наша стройка в хамам. Сходим в хамам. Обязательно, что там у нас поменялось, все расскажу, все покажу. Также, что мы будем сегодня делать? У меня по плану украсить немножечко, сменить обстановку в прихожей. И тоже вам покажу. Чуть ближе к осени, просто добавятся осенние еще листвы. Но это я вам тоже буду показывать. Многие спрашивают из вас и в личных сообщениях, и иногда в обзорах, да, в комментариях. А как выглядит ваш стол сейчас на кухне? Вот так. Вот так выглядит наш стол. Иногда у нас пшеничная скатерть одну неделю. А когда я меняю, другая неделя, вот у нас тыквенная уже скатерть. Уже поднимает настроение, уже такое осеннее. Хочется теплого чая травяного. Ну, вот что-то такое. Хочется испечь какой-нибудь тыквенный пирог. В принципе, я уже собрала тыковки маленькие, которые созрели. Нужно их сделать. Также вовсю пользуемся вот такой вазочкой. И фрукты лежали в ней. Как видите, овощи в ней также смотрятся привлекательно. Ну, потом будут яблоки здесь лежать чуть попозже. Ну, вот как-то так. Но она такая атмосферная. Ну, и вот потом металл, девочки, он вне сезона. Он всегда будет смотреться благородно. Как бы вы его не поставили, куда бы вы его не поставили, всегда будет актуально и достойно. Ну, вот посмотрите, даже сами. И вуаля, уже торжественный стол, да? Вот что сделает металл. Тем более, когда он еще инкрустирован латунью, это, конечно, очень красиво. Я собрала кучу-кучу сегодня всех кабачков. Иногда, знаете, у меня и просто не хватает рук и времени, чтобы их собрать вот в таком качестве, ну, небольшими. И они у меня просто, конечно, за два дня там лишних, да, переросли. И что мне делать? Теперь нужно, я вчера вечером бегом в огородную зону все собрала. Я думаю, еще у меня в запасе дня 4-5, чтобы опять все наросло. И потом буду уже убирать, потому что кабачков в этом году очень много. Но так как я собрала сегодня кабачки, будут, будет на ужин у нас кабачковый суп. Не раз давала рецепт, он очень простой, потому что, повторю еще раз, потому что много новеньких девочек у меня на канале. Ну и, конечно же, повторюсь, девочки, я есть на Рутуб. Там нас не так много, но если у вас не показывать по каким-то там параметрам Ютуб, вы можете спокойно переходить и подписываться на Рутуб и смотреть все в хорошем качестве, без тормозов, так скажем, и искажений. А ссылочка будет внизу в описании. Также некоторые люди пишут, что я делаю, например, букеты для контента. Нет, я сделала букеты, и он так у меня и стоит на кухне. Ничего не меняется. Я вам показываю только всегда то, что действительно у меня находится дома, что я придумала для своего дома, и чем я украшаю свой дом, и так далее. Уже поставила тыковки. Знаете, ну уже задают настроение. Они стеклянные девочки. Это всеми любимые тыквы. Видите, они не так сильно бросаются в глаза, тем более хорошо подходят под вокруг декор. Стеклянные тыквы. Они на таймере. У нас в магазине они представлены в разных цветах, кроме оранжевый. Оранжевая такая яркая, такая запеченная тыква, цвет она без таймера. Но это не делает ее хуже, поверьте мне, потому что настолько эффектно. Я вам покажу, как она смотрится в декоре. А эти все они на таймере. Здесь есть вкыл-выкыл, не видно, наверное, и таймеры. Они вот часа в 4, полпятого включатся. А выключенные тыковки смотрятся вот таким образом. Не навязчиво. Такой прямо декор. Ну что, девчонки, начну перерабатывать кабачки. Сначала мне нужно их помыть и просто крупно нарезать. Потому что зимой часто мы употребляем кабачковый или тыквенный суп. Поэтому и кабачок крупно нарезаю, замораживаю. И тыкву, когда уже остатки и много уже этой тыквы, я тоже нарезаю на большие такие долечки и заморажу. Как, девочки, у вас с овощами? Рассказывайте, как томаты? Все ли хорошо? Мы до сих пор кушаем огурцы. Кстати, там надо прибраться в этих огурцах. Половину нужно плетей уже, я думаю, убрать. Ой, вот это вот Кэш у ята. Кэш любит свой кабачок. Но мы и не кормим нашего питомца покупными овощами. Ну, я не знаю, я боюсь как-то. А вот свое я ему даю с удовольствием. И он ест с удовольствием. На суп я нарезаю вот таким образом для заморозки. Вот так. Такой кабачок зимой можно тушить, девочки. Ну, делать рагу овощной. Если у вас замороженные овощи, там морковь, если есть перец замороженный. Все это можно потушить. Это будет потрясающее зимой овощное рагу. Просто с огромным количеством витаминов и полезных веществ. Я знаю, многие мне пишут, это все можно купить. От одного кабачка у вас там здоровья не прибавится. Но, дорогие мои, если мы будем ко всему так относиться, да. Жить тоже вредно. От кислорода умирают. И стареет кожей. Так что... По возможности, по возможности лучше есть органические продукты. А если вы вырастили их сами, так это вообще хорошо. Не обращайте внимания. И у нас посторонние звуки, так как идет стройка в хамам. Обязательно вам в этом обзоре покажу, что там происходит. Так. А, и еще многие девочки спрашивают, что мы в итоге строим рядом с патио. Продолжение, девочки, патио будет. Мы перенесем туда стол к фонтану. Чтобы сидеть прямо непосредственно около фонтана. У меня есть задумка. На следующий год купить туда водные фонари. Подсветить этот фонтан вечером, чтобы там сидеть. Так приятно было. И чтобы этот фонтан наш любимый всей семьей. Это был подарок мужа. Тоже многие спрашивают, где мы купили. Он его заказывал. И чтобы с удовольствием его наблюдать, мы решили наш стул перенести оттуда к фонтану. Ну и сделать как бы продолжение металлоконструкции красиво. Кто на меня давно подписан, знают, что у нас есть аллея Берсо. Мы ее сделали из отмостки. И вот таким же методом мы хотим как бы продолжить. Там у меня по задумке будет такая обеденная зона. Будет стоять стол, конечно же. Но еще кое-что, что я уже сделаю, наверное, весной. Так как у меня чугунная кастрюля, я буду сразу же делать все непосредственно в кастрюле. Берем где-то 140-200 грамм сливочного масла, лук, морковь. Одну большую, даже можно полторы моркови большие. Одну большую луковицу и немножко вот так потушим. К этому же мы добавим специи, чтобы специи разогрелись в масле и отдали свой вот этот вот пряный аромат. У меня сухой чеснок, хмели-сунели и куркума. Добавим картофель. У нас молодой свой картофель. И большой кабачок. Добавляем еще немного воды, но чтобы она чуть-чуть только проглядывалась. Много воды не добавляйте, девочки, потому что кабачок отдаст всю воду, и как бы не было слишком много воды. Вот я о чем, да. Как только овощи будут готовы, это буквально 15-20 минут, добавляем сливки или вот такой сыр. Я добавляю и то, и то иногда, иногда сыр, когда есть, а иногда сливки. Сегодня мне захотелось добавить сливки. Где-то 200-250 грамм сливок будет достаточно. Либо пачка вот такого сыра в суп. Немножко, пусть покипит минут 5, и погружным блендером все это взбивается. Взбивается в такую пышную, однородную, вкусную массу, так скажем, да. Все взбили. В это время можно пожарить сухарики и подавать этот прекрасный, вкусный, всеми любимым нашей семье суп с такими сухариками. Дорогие девочки, в нашем магазине появились веночки осенние, просто невероятного премиум класса. Они с яблоками, желудями, и там шишками, ягодами, хризантемами. Ну, потрясающий бантик. Есть венок с бантиком из ягод. Красивые веночки, по-моему, осталось совсем их мало, потому что они просто бомбические. Ссылочка будет внизу, кому приглянулись, приятных покупок. Они действительно невероятные, девочки. Можно их по-разному, конечно же, в декоре как-то задействовать. Можно как на стол поставить, положить просто, а по центру какие-то свечи, подсвечники. Можно положить его на стол, не только вешать на дверь, да, а по центру поставить этого веночка, светодиодную тыкву. Вот вам и готовый вариант осеннего декора. Так что ссылочка внизу. Проходите. Еще раз приятных покупок. День третий где-то, девочки. Что происходит у нас в струйке? Сейчас свет включу. Здесь у нас, ребята, все сломали, переломали, утопили все наши трубы. Вчера они все это ломали, переделывали. Выглядит это теперь вот таким образом. Так, девочки, вот такой этап работы. Сейчас все обшивается вот такими панелями. Такая вот штука. Теплоизоляция. Чтобы хамам был как термос. Потом будет это все штукатуриться, а потом только наводится вся эта красота. Толщина, видите, какая. Сегодня долго, ребята, возились вот с водой. Я бы ее правильно вывезти. А у нас была там проблема. И вот они с этой проблемой долго мучились. Такая вот работа уже проделана. Завтра, я думаю, они вот это закончат. Клеить стены. И посмотрим, что будет завтра. Так, что же у нас происходит в хамам? В хамам происходит разводка всего электричества. Что, где будет находиться. Какие датчики. Какие включатели. И вот, видите, уже теплый пол развели ребята здесь, где спинка. И по сидушке. Вот, вот, все. Завтра это все зальется. И заштукатурится. Пока выглядит это все, девочки, вот таким образом. Стройка продолжается. Ну, а я в нашем доме украшу прихожую. Убираю летний свой уже букет. Хочется уже немножко смены обстановки дома. Так, что мои прекрасные лимоны и замечательные магнолия отправятся на покой, так скажем, до следующей весны. Вот эту баночку с крышкой, я ее так люблю. Она такая красивая. Я буду задействовать в декоре нашей спальни. С мужем в ней буду создавать осенний букет. Но, может быть, она вернется еще и на кухню. У нас есть там комод. Там она тоже очень хорошо будет смотреться. Зеркало помыла. И буду украшать вот такой гирляндой. У меня таких гирлянд две. Одну гирлянду я всегда оставляю. Так как она пригождается мне, например, в сервировке осенней стола. Достаточно часто. Вытираю комод и буду сейчас здесь делать такую предосеннюю композицию. Книги у меня возвращаются на место. Там стоят всегда ароматы парфюма моего супруга. Ему так удобнее. И поставлю по центру комода вот такую замечательную вазу. Но она невероятная просто красоты. И всегда по освещению смотрится она по-разному. Такая то светлый янтарь, то темный янтарь. И мне буду создавать букет. Букет буду делать из вот таких вот бежевых, нюдовых, я бы даже сказала, мягких пластиковых веточек. Они замечательно подчеркнут эту вазу. Но и в декоре дома они смотрятся великолепно. Хорошо сочетаются с георгином. На мой взгляд, они друг друга дополняют и великолепно соседствуют. Украшу эти веточки вот такими вот подвесными кристаллами из хрусталя. Блики, как видите, они просто излучают направо и налево. Те девочки, которые знают о них в нашем магазине, конечно же, сразу же на них обратили внимание. И их тоже осталось достаточно мало уже в наличии. Разных цветов у нас и зеленый, и такие большие карамельные, и поменьше карамельные, и такой запеченный тыквы цвет. Кстати, девчонки, такие оттенки можно спокойно вот этих хрусталей задействовать и потом в дальнейшем на новогодние елки. И потом от гирлянда они светиться будут просто сумасшедшим образом. Добавлю в этот декор золотую тыкву и тыкву вот такого яркого, можно сказать, да, достаточно благородного цвета запеченной тыквы. Золотая тыква на таймере, а вот эта вот нет. Но ее это вообще не портит, она просто великолепна. Как видите, она замечательно смотрится в осенней композиции. Буду возвращать на место вот этот вот подносик. Его можно всегда по-разному интерпретировать в вашем декоре дома. На него можно ставить свечи, какой-то декор. В данном случае этот подносик у нас лежит в коридоре, и мы складываем на него ключи. Ну и потом инкрустация из латуни, вот эти цветы, конечно же, делают этот поднос невероятно атмосферным. Ну и потом темное такое цельное дерево, конечно, с латунью его делает еще и благородным, таким качественным, добротным. Вид у него просто на все сто, девочки, вы сами все это видите. Ну вот так у меня получилось. Теперь у нас вот такой вход в дом. А на этом я закончу свой обзор. Все ссылочки будут внизу. Украшайте свою жизнь, впускайте уже яркие, вкусные краски осенью потихоньку, по чуть-чуть в свои дома. Всем мира и добра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok